Баллада медсестре. Она сама пришла в военкомат и попросилась в армию с сестрой. Но старый, покалеченный солдат спросил, не рановато ли тебе в строй? Иди-ка лучше в куклы поиграй. Тебе, Пичуга, сколько полных лет? Война не для тебя. Ты так и знай. Послушай, дочка старика, совет. Но тут ее глаза он увидал, и маленькая, щуплая девчонка вмиг стала взрослой. Медленно он встал и сжал ладони детскую ручонку. Куда пойдешь, спросил ее солдат. На фронт, ему ответила она. Я медсестрой поеду в медсанбат. Мои погибли, я теперь одна. Стучат колеса, яростно стучат, искрят на стыках рельсов поезда. Один из них – походный медсанбат. И здесь стоны не стихают никогда. И девочка в тяжелых сапогах, с валившимися бледными щеками, весь день, как заводная на ногах, с опухшими от холода руками. Она жалеет, моет, пишет письма, стирает гимнастерки и белье. И все бегом старательно и быстро, и жалоб не дождешься от нее. Но скоро госпиталь, и значит остановка, и значит можно будет отдохнуть. Но вдруг упала девочка неловко, и крики полетели. Взорван путь! И снова! Воздух! Нас бомбят, ребята! Фашист проклятый раненых бомбит. Сестренка из походного санбата помочь солдатам раненым спешит. Подальше в поле, в снеговые дали, где волоком, где прямо на себе, Чтоб вражеские бомбы не достали, Выносит раненых на злой лихой судьбе. И снова возвращается сестренка, Туда, где взрывы, суета и кровь. Молоденькая, тощая девчонка, Еще не повстречавшая любовь. Там кто-то есть. Она тихонько шепчет. Я видела! Молоденький такой! И кулачки сжимаются покрепче, Подвой фашистских бомб над головой. Дрожит земля, взметает тучи пекла, Бушует пламя, яростно горит, И время непростительно ослепло, И дьявол свой обряд смеясь творит. Она нашла его едва живого, Оттерла грязным снегом кровь с лица И обняла, как близкого, родного, И целовала губы без конца. Я здесь, родной, она ему сказала, На спину взгромоздила и пошла, И все шептала. Я не опоздала! Нашла тебя, хороший мой, нашла! Давай, родная, быстро! Ей кричает. Ведь он последний, слышишь? Да беги! А бомбы, как безумные, лежали И выли в небе бесами враги. Всего два шага и мытья осталось, Когда ее накрыла туча воли, И девочка вдруг тихо застонала, И крики покатились эхом в поле. Давай, родная, слышишь? Нет, не слышишь. Но шаг за шагом медленно ступает, Она не видит И почти не дышит. И сердце замирает, Замирает. Она упала на руки спасенным, С закрытыми навек войной глазами, Слепила снегом в поле занесенным, И лица жгло солдатскими слезами. Ее похоронили целым миром, С солдатским санитарным батальоном, И выловью, как горестным клавиром, Рыдая похоронным перезвоном. И сиротливый холмик Сжал в кулаке На память Навсегда. Прошло четыре года, В день победы Домой вернулся раненый майор, То было в сорок пятом, В мае, В среду. Вошел он неспеша в родимый двор, И засияли окна в старой хате. Ему навстречу Выбежал отец. Ну здравствуй же, сынок, Ну здравствуй, батя, Вот свидели с тобой, наконец. А после За помин души ушедших Сто грамм распили Славных боевых, Мелись потоком Пламенные речи, Воспоминаниями О павших и живых. И сын отцу поведал О сестренке, Что похоронена одна Во чистом поле, Молоденькой, Улыбчивой девчонке, И о ее Войной проклятой доме. И фотографию, Хранимую все годы, Он из кармана Бережно достал. Отец, Лишь глянув на помятый снимок, За грудь схватившись, Громко застонал, Сынок, родной, Ведь это я! Ты слышишь? Ее туда отправил умирать. И горе, О котором не напишешь, Сковало грудь. Ах, если б мог я знать! Спустя три дня Стояли у могил Отец и сын И плакали вдвоем. А после, На колени став без силы, В земле отец поведал о своем. Я не пускал ее, Просил. Постой, Не надо. Советовал ей В куклы поиграть. И вот теперь На старости Награда. Ее мне добрым словом Поминать. Так и вышло, Что спасла она мне сына, А значит, Виноват я перед ней. Спасибо, Дочка, Маленькая Нина, И нет тебя Любимей И родней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова